Всем привет! Меня не раз спрашивают не только в комментариях, но и в жизни о том, какие сковородки нужно выбрать и какие сковородки хороши для дома. Я чаще всего отвечаю, что самые лучшие сковородки, это сковородки, купленные в профессиональном ресторанном магазине, то есть те, которые созданы для ресторана. Но не все люди знают, где их купить, и не все знают эти магазины, я не буду никого рекламировать, я лишь расскажу о том, на что нужно обращать внимание при покупке сковороды. Вот смотрите, в глобальном смысле существует три типа сковородок. Это чугунная, это алюминий, там он бывает штампованный, не штампованный, литой, не литой, не важно, алюминий и сталь. Все три сковородки хороши по-своему, и они должны быть у каждого дома, потому что они выполняют каждую свою роль. Например, начнем с чугуна. Она, во-первых, тяжеленная. У меня чугунная сковорода-гриль. Мне ее привезла жена из Финляндии. Это крутая, тяжелючая, удивительная сковорода. Смотрите, какие бонусы у чугуна. Он хорошо разогревается и очень сильно накапливает тепло. Значит, безусловно, мы можем регулировать с помощью огня и конфорки, значит, выше-ниже температуру, но цель чугуна, например, в моей жизни, это получить максимально сильную температуру, потому что на гриле это должно быть все прям сык-сык и готово. То есть нужно получить рисунок за максимально короткий срок. Дальше для блинов наши бабушки прекрасно это все использовали, пекли и так далее. Она, кстати, подходит для индукционных плит. Но индукционная плита, когда чугун перегревается, у нее датчики не выдерживают, она отключается. В этом есть как бы некий минус. Но при всем при этом чугун должен быть обязательно. Если у вас даже не рифленая сковорода, то мясо можно обжаривать на обычной ровной сковороде, если она из чугуна. Стейки, например. Дальше алюминий. Сейчас рекламируют алюминиевые сковороды, говорят, это лучшие сковороды, там их все удобно и так далее. Ну, во-первых, нужно представить, что алюминиевая сковорода всегда дешевле, чем чугунная. Не знаю, с чем это связано, или с себестоимостью, или с материалами, или так далее. Но при всем этом у алюминия нет такой теплопроводности, как у чугуна. У алюминия теплопроводность там на порядок ниже, и даже несмотря на то, что есть двойное дно, там, или еще что-то, это все в глобальном смысле не важно. Тогда как на этой сковороде лучше всего готовить картофель, например, жарить, или тушеные блюда делать. У нее дно не перегревается, так же, как и стенки, и она удерживает температуру. Я даже пробовал ее однажды на газу раскалять без продукта до самого яркого состояния. Ну, не до красна, конечно, но вот пока дым не пойдет. Но как только ты на алюминий бросаешь продукт, как продукт быстро забирает температуру, и все, и уже потом кочегарь-не-кочегарь алюминий не тянет. То есть, если вы хотите обжарить стейк, на алюминий, конечно, вот может быть маленький стейк вам удастся обжарить, пока он не скрал всю температуру сковороды. Но лучше всего, я еще раз повторюсь, я на алюминий всегда жарю картошку. Она получается великолепная. Можно уйти куда угодно, почитать книжку, заняться другими делами, прийти, и у вас ничего не пригорело. Потому что слабый теплообмен у алюминия. Но я же говорю, вот такая сковорода тоже должна быть, потому что кто-то жарит картошку на чугуне, а я предпочитаю это делать на алюминий. Можно тушить мясо, жарить рыбу, кстати, очень хорошо, когда не сильно яркая температура и не требует обжига. Да, чуть-чуть обжарил. И можно ее поставить даже в духовку, несмотря на то, что здесь есть пластиковые ручки. Это не про производителя, а к тому, что там при 150, при 160 градусах никакая ручка там особо не плавится. Ну, если только сделанной совсем из дешевых материалов. Но самая любимая моя сковорода, смотрите, она уже такая прям серьезно убитая, поцарапанная. У нее покрытие, такая она засаленная, зажаренная. Это сталь. Видите, звонкая какая. Сталь быстро нагревается и быстро остывает, если нет дна у нее дополнительного. Если дно есть, оно поддерживает какое-то время температуру. Но суть стали в том, что оно, она вот что-то среднее между чугуном и алюминием. Она сильно раскаляется, на ней очень удобно жарить мясо, на ней великолепно жарить картошку. Если у вас очень тонкое филе рыбное, то можно очень быстро обжаривать, и сталь не успевает остынуть. Она все время забирает тепло и постоянно поддерживает эту температуру. И потом, конечно же, например, сталь, она такая менее убиваемая. Ее можно прям шкурить. И вообще, конечно, во многих ресторанах именно стальные сковородки пользуются огромной-огромной популярностью. И обращайте внимание на то, что в домашних условиях, конечно, нужно иметь антипригарное покрытие. Так удобнее, что на алюминии, что на стали. Так удобнее для дома. В ресторанах часто мы видим сковородки без покрытия. Но к ним нужно приспосабливаться. Если у вас есть стремление и желание, вы можете купить стальную сковородку без покрытия. И за какое-то время вы приспособитесь к ней и будете спокойно жарить. Опять же, если, например, у вас сковородка без покрытия или что-то произошло, и у вас сковородка поцарапали, там что-то химический ставка нарушился, и к вашей сковороде стало все прилипать, знаете, что делаете? Пергамент вырезаете кругляшочками и сюда кладите. И вот жарите на пергаменте. Понятно, что это не картошку там мешать, а вот на пергаменте можно жарить там куски мяса, рыбы, птицы или еще чего-то. Тогда у вас не будет прилипать. Не бойтесь, пергамент не сгорит. И даже некоторые производители, которые производят полуфабрикаты котлет, вы можете заметить, что в упаковке котлета уже лежит между двумя листами пергамента. Можно взять ее прямо в пергаменте и отправить на сковородку. Это очень удобно, и в ресторанах мы так иногда пользуемся. Фасуем котлеты на пергамент, и потом вместе с этим же пергаментом обжариваем. И что на гриле, что на обычной сковороде. Есть еще сковородки всякие разные для каких-то национальных кухонь или национальных блюд. Мы будем говорить, да, там о воке китайском из тонкой стали. Значит, есть казан, который очень популярен в России, в котором делают плов, и не только плов, и много блюд названных, там казан, кабоб, и же с ними, и что только нет. В Средней Азии используя казан, они могут себе позволить все, что угодно. Есть японские квадратные сковородки для производства омлета. Но в любом случае, они вот бывают вот трех как бы основных типов. Я рассказываю о тех, которые должны быть в обычном доме. А дальше вы уже смотрите и выбирайте себе, что вам понравится. Но знаете, что еще бывает какая штука? У сковородок дешевых, из тонкого алюминия, бывает такой вот у меня, видите, толстый алюминий. Сковорода мощная. Если алюминий тонкий и сковородка очень дешево стоит, я вам говорю, не покупайте такую сковородку, потому что потом пожалеете. Как только вы начнете ее греть без продукта, я по моему личному опыту, у них дно вот так вздувается, и масло все стекает по краям. То есть, когда вы жарите, например, там кусок мяса или еще чего-то, у вас получается, что на середине, посередине сковородки нету масла. Масло все стекает по бокам, оно здесь начинает гореть, чадить, дымить, и он неравномерно прожаривается, сам продукт. Даже если у вас там будет половина вот сковородки, там картофана, овощей с мясом или с курицей, все равно середина у вас будет подгорать, а края будут не догорать. Поэтому обращайте на это внимание, лучше один раз купить сковородку чуть дороже, ну я не говорю, не покупайте за заоблачные деньги, но выберите хороший качественный продукт, и вы потом большую-большую часть своей жизни будете с удовольствием ей пользоваться и рекомендовать своим друзьям. До новых встреч, друзья, посмотрите наш канал, считайте, читайте, пишите, я с удовольствием буду откликаться на ваши вопросы, участвовать в беседах. Ну и ставьте лайки, конечно же.